Последнее желание. Лето 1255 года. Во время рыбалки Геральта и Лютика близ риданского города Ринда, Барт неожиданно вытаскивает из воды кувшин и, открыв его, сталкивается с яростью заточенного внутри него джинна, который наносит Лютику магическую травму шеи. Геральту удается прогнать его экзорцизмом с не совсем известными ему свойствами. Ведьмак везет раненого поэта в город, однако оказывается, что его ворота закрыты на ночь, из-за чего ему приходится ночевать в сторожевой башне за стенами вместе с некоторыми стражниками. Они дают Геральту совет обратиться за помощью к чародейке Йеннифер, которая в этот момент находится в Ринде. На следующее утро ведьмак просит магичку о помощи. Она соглашается и в обмен на печать от кувшина исцеляет Лютика, однако завладевает разумом Геральта и получает над ним полный контроль. Затем ведьмак приходит в себя уже в остроге, куда его посадили за избиение городских чиновников, которые ранее требовали изгнания Йеннифер. Подкупленный одним из них стражник избивает Геральта, однако когда Белый Волк желает, чтобы он лопнул, именно это и происходит. Городской ипад вызывает ведьмака к себе, чтобы выяснить, что происходит. На этой встрече присутствует жрец Креп. В этот момент джинн вступает в противоборство с чародейкой, при этом он принимается разрушать город. Йеннифер не может обуздать силу джина, чтобы использовать ее в будущем, отчасти потому, что прежний его хозяин, владелец печати, то есть Геральт, загадал всего лишь два желания. Экзорцизм, который примерно переводится как «пойди и отымей себя», и лопнувшего стражника. По просьбе ведьмака Креп телепортирует его к Йеннифер, которая не очень рада видеть Геральта. Тот же в свою очередь спасает их обоих и целый город, загадывая свое последнее желание, чтобы судьбы ведьмака и чародейки были навсегда связаны, после чего джинн исчезает. Йеннифер и Геральт влюбляются друг в друга и предаются страсти. Сезон Гросс, лето 1256 года. В промежутке между этой книгой и предыдущим в хронологии рассказом Йеннифер и Геральт какое-то время живут вместе, в ее доме в Вингерберге, однако вскоре ведьмак, недовольный властным характером и потребительским обращением чародейки, сбегает от нее. В начале книги, Геральт из Ривии выполняет контракт на Индра, близ Керака. Прибыв в город за награды, ведьмак сдает свои мечи на хранение в Кардегарию, после чего его берут под арест местные власти, за якобы мошенничество в назначении цен по ведьмачьим услугам. Через четыре дня Геральта отпускают под залог, который вносит Литон Нейт по прозвищу Коралл, чародейка на службе короля Керака, после чего Белый Волк обнаруживает, что его знаменитые мечи украдены. Глава тайной полиции Керака, Ферран Делетенхоф, являющийся двоюродным братом Лютика, обещает ведьмаку помощь в поисках. Барт тоже появляется в городе. Геральт отправляется с вопросами к Лите, и в результате импульса страсти они оказываются вместе в постели. Через неделю Геральт выясняет, что его мечи вскоре будут проданы в Новиграде, на аукционе в доме Барсоди. В это же время чародейка просит Геральта отправиться в Рисберг, центр исследования чародеев, в котором живет и работает самый старый из ныне живущих магов Орталан, для помощи им в одном деле. Лютик достает ведьмаку новый меч, и он отправляется в Рисберг, в Тимерию. Там его встречают не очень радушно, однако маги признают, что им необходима помощь ведьмака. Чародей Пинетти, дружелюбно настроенный по отношению к Геральту, рассказывает, что один из магов Рисберга занимается Гаэтией, призывает демонов, предоставляя им свое тело в качестве сосуда, и что он вырезал уже несколько окрестных деревень. Хотя и подозревая магов в неискренности, Геральт соглашается, и какое-то время патрулирует поселение, близ Рисберга, пока однажды не натыкается на еще одну вырезанную деревню, где находит без сознания одного из ассистентов Орталана, Сореля Дегерлунда. Тот приходит в себя, и обманом телепортирует себя вместе с ведьмаком в свою лабораторию, где Геральта оглушают, а затем вводят ему парализующий яд, подручные мага. После этого Сорель рассказывает, что он не вызывал никаких демонов, просто вырезал деревни с помощью агротроллей. Однако чародеи Рисберга боялись и почитали его, что приносило ему влияние и двигало по карьерной лестнице. Увлекшись восхвалением себя, Сорель не замечает, как благодаря ведьмачьим мутациям Геральту удается нейтрализовать яд в своем организме. Белый волк берет мага в заложники и требует, чтобы тот телепортировал их в Рисберг. Тот выполняет. Однако заклинание выбрасывает одного ведьмака без Сореля на севере Тимерии, близ Понтора. Здесь Геральт вступается за семью кметов, которых обирают риданские наемники. Но в этот момент купленный лютиком меч, оказавшись подделкой, ломается, и ведьмака, угрожая убийством кметов, берут в плен. Вскоре наемники вместе с Геральтом натыкаются на телепортировавшихся сюда Дегерлунда и его подручных и вступают с ними в бой. Ведьмаку удается скрыться. Далее Геральт обретает попутчика, краснолюда Адариона Баха, вместе с которым они выходят к Понтору и садятся на шлюп, пророк Лебеда. Выясняется, что на шлюпе перевозят похищенного детенуша Агуара, из-за чего лисица преследует их и заманивает в ловушку в дельте Понтора. Геральт заключает с Агуарой сделку, за которую она однажды придет отдать долг и с трудом выбирается из-за подни. Затем ведьмак добирается до Новиграда, но опаздывает. Его мечи проданы, при этом покупатели ему сообщить отказались. Геральт возвращается в Керак, где его не самым радушным образом встречает Коралл. В это же время в Керак прибывает Пинетти, который сообщает ведьмаку, что Арталан умер. В Рисберге теперь командует Сорель, а он сам был уволен. Маг на прощание дарит Геральту свой фамильный меч и сообщает местоположение Гигерлунде. Сам же он отправляется в Нильфгард. Ведьмак с помощью оборотня Отто Дусарта, который был у него в долгу, отыскивает путь в убежище Сореля. Там Геральт расправляется с его подручными и ломает шею самому психопату. Прибыв обратно в Керак, Геральт становится свидетелем государственного переворота и убийства короля Белагуны, после чего он переживает цунами, накрывшее город. Окончательно ссорится с Литой Нейт, теряет меч, подаренный Пинетти, и вместе с Лютиком навсегда покидает Керак. Путешествуя по Тимерии, Геральт и Лютик на одном из постоялых дворов сталкиваются с ведьмаком из школы Кота, Брейном, по прозвищу Кот из Йола, который вызывает Геральта на поединок, ошибочно считая, что тот держит путь в Изиму для выполнения заказа короля Фольтоста на Стрыгу. С огромным трудом Геральту удается не допустить кровопролития, в том числе потому, что незнакомка, представившаяся как Тициана Фреви, дает Белому Волку сверток с его мечами. После того, как Кот из Йола уходит, Тициана рассказывает, что мечи ей передала Енифер, которая и купила их на аукционе. Геральт и Тициана проводят вместе вечер, а затем и ночь. Наутро Ведьмак и Барт снова отправляются в путь. Ведьмак. Начало осени 1256 года. Геральт отправляется в Изиму, столицу Тимерии, для выполнения контракта на Стрыгу, иногда называемой Упырицей, которую ранее упомянул Брейн. Прибыв в столицу, Геральт предлагает свои услуги местному Ипату или Раду, расспрашивая его о задании. Выясняется, что Упырица – дочь короля Фольтоста и его сестры Адды, которая родилась мертвой. Однако из-за проклятия по ночам стала выходить из саркофага в виде Упырицы. Собравшиеся по приказу короля знахари и колдуны предлагали разные варианты борьбы с напастью, убить ее разными способами или же расколдовать. Фольтост захотел именно расколдовать свою дочь. Однако никому до сих пор, даже нескольким ведьмакам, не удалось ни снять проклятие, ни даже убить Упырицу, что должно быть куда проще. Одновременно с этим некоторые темирские вельможи втайне от короля собрали некую сумму денег, на именно убийство чудовища. Геральту приходит сам Фольтост и расспрашивает о причинах проклятия и разрешает ведьмаку в случае крайней необходимости убить Упырицу. Геральт же дает несколько советов, как избежать рецидива превращения и предупреждает, что умственное развитие расколдованной 14-летней девочки будет на уровне пятилетнего ребенка. На следующую ночь Белый Волк отправляется в развалины старого дворца, в склепе которого днем спит Упырица. Там он встречается с одним из вельмож, Остритом, который случайно наложил проклятие в гневе, поскольку сам был влюблен в сестру короля. Он нападает на ведьмака, однако тот ловко оглушает вельможу, а впоследствии использует его как приманку для стрыги. Чудовище убивает Острита, а затем нападает на Геральта. Однако тому удается успешно противостоять ей. Упырица, испуганная силой Геральта, убегает, а он сам спускается в склеп и ложится в пустой саркофаг дочери Фольтоста. Запирает крышку знаком и выпивает снотворное. На утро Белый Волк обнаруживает рядом со склепом девочку, примерно 14 лет, и проверяет ее рот на наличие клыков, а руки на наличие когтей. Однако не до конца расколдованная принцесса ранит Геральта в шею. Он придавливает ее к полу и ждет, пока заклятие полностью спадет. Затем теряет сознание от потери крови. Через несколько дней, когда Геральт приходит в себя, Велерат рассказывает ему, что девочка расколдована, а он сам получит обещанную награду. Глаз рассудка. Осень 1256 года. Раненый после поединка со стригой Геральт лечится и приходит в форму в храме богини Милителе в Эландоре. Жреце Ненеки, давняя подруга Геральта, упрекает его в потере скорости реакции и в том, что он позволил себя ранить. В это время храм посещают Тайлис и Фальвик, рыцари Ордена Белой Розы, которые требуют, чтобы Геральт покинул пределы Эландора. Ненеки удается их выпроводить. Однако Тайлис успевает перед этим вызвать бывшего не очень учтивым с ним Геральта на поединок. После этого ведьмак встречает в храме Иолю, жрицу, с которой он спал ранее, и рассказывает о своем детстве, принципах и обучении в Каэрморхене. Далее в храм прибывает Лютик, с которым ведьмак распивает бутыль самогона и жалуется ему на судьбу ведьмака. Покинув ненадолго храм, Геральт и Лютик сталкиваются с рыцарями Ордена, которые требуют удовлетворить вызов Тайлиса. На этом также настаивает краснолюд Деннис Кранмер, капитан стражи князя Эландора, приведший большой отряд. Условием поединка является то, что Геральт не может коснуться Тайлиса своим клинком, иначе в бой вступит отряд Кранмера. Белый Волк поначалу отказывается от дуэли, угрожая, в случае чего расправится со всеми своими неприятелями. Однако, будучи уверенным, что ведьмак, хоть и действительно на это способен, не желает проливать кровь зря, Деннис вспоминает Блавикен и верно играет на гуманизме Геральта. Убедившись в честности и порядочности краснолюда, ведьмак соглашается на бой один на один. И в ходе дуэли ловким финтом делает так, что меч Тайлиса бьет его же самого по лицу, оставляя несмертельную рану. Фальвик приказывает солдатам напасть, однако Деннис отзывает их, говоря, что все честно, Геральт не нанес рыцарю удара. Тайлис неудачно столкнулся с собственной сталью. Ведьмак и краснолюд расстаются друзьями, Фальвик уводит раненого Тайлиса. Возвратившись в храм, Геральт и Лютик прощаются с Ненеки. В момент передачи сундучка с эликсирами руки Геральта и Оли соприкасаются, и она входит в транс, в котором видит ужасное будущее ведьмака. Ненеки просит Геральта остаться, но тот отказывается, и они с Лютиком уезжают. Предел возможного. Осень 1260 года. Геральт выполняет заказ на Василиска в Каенгорне, близ Драконьих гор, когда встречает бродячего рыцаря Борха Тригалки и его сопровождающих, Зериканок Тею и Вею. Вместе они ужинают в трактире под задумчивым драконом, где Борх расспрашивает ведьмака и его ремесле, особенно об охоте на драконов. Геральт отвечает, что не охотится на этих созданий, поскольку они разумны и благородны. Также ведьмак объясняет, что есть четыре вида драконов – зеленые, красные, черные и белые. Борх же спрашивает о золотых драконах. Однако Белый Волк утверждает, что их не существует. Вчетвером ведьмак рыцарь и Зериканки проводят ночь, а наутро отправляются в Хэнкфорс. Однако, к их удивлению, мост через реку Бра перекрыт, и через него никого не пропускают. На берегу компания встречает Лютика и мага Доригарая, который рассказывает, что на противоположном берегу находится Йеннифер, отчего ведьмак решает любыми способами перебраться через реку. Совместными усилиями Доригарая и Борха реку удается перейти, а также присоединиться к обозу короля Недамира, который охотится на голопольского дракона с помощью известных драконоборцев – Рубайл из Кринфрида, Эйка из Денесли и команды краснолюдов Ярпина-Зигрина. Пока охотники спорят о том, как делить части убитого дракона, Геральт незаметно уединяется с Йеннифер. Однако после четырех лет разлуки, Чародейка не хочет его не видеть, не иметь с ним ничего-либо общего. На следующий день обоз накрывает лавина, большая его часть оказывается уничтожена, Геральт и Йеннифер чуть не погибли, а Борх и его эскорт пропадают. Оставшиеся в живых охотники продолжают путь и на следующей равнине встречают легендарного золотого дракона по имени Вилентретенмерт, который телепатически вызывают желающих на бой. Первым на вызов отвечает Эйк и в бою дракон жестоко его калечит. После этого король Недомир, устав выполнять не свою волю, уходит с остатками своего обоза. Остаются Геральт, Йеннифер, Доригарай, Лютик, Рубайлы и краснолюды Ярпина. Йеннифер просит Геральта убить для нее дракона, так как это поможет ей вылечить свое бесплодие. Но ведьмак отказывается, завязывается потасовка. Доригарай и Геральт оглушены магией Йеннифер, однако и она сама связана краснолюдами. Золотой дракон, устав ждать, появляется в лагере и рассеивает своих противников. В этот момент на него нападают голопольские кметы. В бой неожиданно вмешиваются зериканки. После схватки Тея и Вея освобождают связанных. Появляется Борх, который и оказывается Вилентретенмертом. Он рассказывает, что защищал детеныша своей подруги. Мирк Табраке из Голополия. После этого дракон улетает, а Геральт и Йеннифер решают начать все сначала. Осколок льда. Конец зимы 1261 года. Геральт и Йеннифер живут вместе в городе Аэдгин-Ваэль, где ведьмак выполняет контракт на Ригера в городской Клоаке. Он успешно справляется с заказом и возвращается на постоялый двор к чародейке, которая рассказывает ведьмаку городскую легенду о дикой охоте. Кроме того, чародейка упоминает мага Истрида, ради которого они приехали в город. На следующий день Геральт получает у местного Войта награду за убитое чудовище, проигнорировав провокации его телохранителя Цикады, и выясняет, где живет Истрид, а затем направляется к нему. У них происходит натянутый разговор, в ходе которого чародей просит Геральта уступить Йеннифер ему. Ведьмак категорически отказывается. Белый волк возвращается на постоялый двор, где у него происходит тяжелый разговор с Йеннифер, которая не может решить, с кем ей быть, с Геральтом или с Истридом. Ведьмак отправляется бесцельно бродить по городу и натыкается на Истрида, который предлагает провести дуэль. Геральт соглашается. Ночью Войт находит напивающегося ведьмака в корчме в городе и предлагает 100 марок за то, чтобы он убрался из города и не бился с Истридом. Но Геральт прогоняет его, а затем, решив проверить судьбу, ненароком показывает в таверне кошелек, полный золота. Когда он выходит из заведения, на него нападают двое, которые избивают Геральта. Воспользовавшись тем, что у него не было меча, забирают кошель, но не убивают, узнав, что он ведьмак. На следующее утро Геральт направляется на дуэль с чародеем, когда его останавливает Цикада, вновь настойчиво предлагая сразиться, чтобы выяснить, кто из них лучше в бою. Геральт отказывается, но тем не менее, всерьезно избивает наемника кулаками. Ведьмак приходит на место дуэли с Истридом, где чародей сообщает, что намерен сражаться мечом, а не магией, поскольку Енифер отправила ему письмо, где сообщила, что не останется с ним. Геральт, понимая, что его на постоялом дворе ждет такое же письмо, отказывается сражаться с Истридом и уходит. Вечный огонь. Конец весны 1261 года. Геральт посещает Новиград для закупки нового снаряжения, где встречает Лютика. Вдвоем они отправляются в местный кабак на обед, где встречают купца-низушка, Дайнти Бибервельта. Однако вскоре в Эркер к компании врывается еще один низушек, как две капли воды, похожей на Дайнти. Завязывается потасовка, в ходе которой Ведьмак, признав в первом низушке Доплера, связывает его с серебряной цепью. Настоящий Дайнти рассказывает историю о его ограблении двойником. В этот момент в таверну заходят посетители, и Геральт, решивший не привлекать внимания и дать лже Дайнти превратиться, снимает с него цепь, после чего Доплер, представившийся как Дуду, убегает. Компания уходит из таверны, после чего их окружает храмовая стража во главе с Лешарелем, который настойчиво рекомендует им убираться из города. Стража уходит, а Дайнти поздравляет с огромной прибылью его знакомый купец. И Бибервельт в компании Ведьмака и Поэта отправляются в банк краснолюда Вими Вивальди за ответами. Банкир сообщает, что Дайнти стал невероятно богат в результате последних сделок. В этот момент входит посыльный и говорит, что купец Бибервельт просит прислать на западный базар 30 крон. Компания отправляется за Дуду. Затем Ведьмак, не без посторонней помощи, настигает его и заворачивает в ковер. Появившийся Лешарель, который также оказывается Доплером, намеренно спрашивает у Дайнти, кто такой Дуду. Низушек, впечатленный коммерческим талантом Доплера, говорит, что это его троюродный брат, которого он назначил своим представителем в Новиграде. Немного жертвенности. Лето 1261 года. Геральт в компании Лютика находится в Бремерворде, где выполняет для местного князя Аглаваля работу переводчика. Поскольку тот намерен объясниться в любви, сиренишь ей нас. Сирена, несмотря на свою любовь к Аглавалю и вопреки просьбам князя, отказывается выйти на сушу и жить с ним. Разозленный князь не платит Геральту, которого считает причиной своей неудачи. Геральт и Лютик, полностью без денег, отчаянно ищут какой-нибудь заработок. И вскоре поэту предлагают выступить на свадьбе. Не имея другого выхода, Лютик соглашается и узнает, что кроме него на празднике будет выступать его знакомая поэтесса Эсси Давен. Свадьбу посещает Аглаваль и рассказывает ведьмаку о таинственной смерти рыбаков и ныряльщиков за жемчугом, близ драконьих клыков, предлагая работу. Геральт соглашается и на следующий день расспрашивает Шиина со смерти людей, на что она с ужасом отвечает, что ведьмак должен прекратить это расследование. Параллельно развивается романтическая линия ведьмака и Эсси. Геральт и Лютик во время отлива отправляются на место, где были убиты ныряльщики и находят ступени в легендарный подводный город Исс, после чего на них нападают рыболюди. С трудом отбившись от них, раненый Геральт отправляется к князю, чтобы сообщить, что у драконьих клыков нельзя промышлять рыболовством и Аглаваль с большой неохотой соглашается с ним. После этого появляется Шиинас, которая обменяла свой хвост на прелестные ножки и соглашается быть с князем. Геральт, Лютик и Эсси, немного попутешествовав вместе, отправляются каждой своей дорогой. Перед этим ведьмак и поэтесса решают, что они все-таки не могут быть вместе. Меч предназначения. Конец лета 1261 года. Геральт входит в Бракелон для встречи с повелительницей Дриад, Эйтна, и передачей сообщения от Вензлова, правителя Бруги. По пути в лес он натыкается на тела убитых Дриадами людей, а также на своего приятеля-рыцаря Фрексенета, упавшего в волчью яму. В это же время появляется отряд Дриад, однако, узнав пришельца Белого Волка, они помогают ему и раненому рыцарю. К Эйтне Геральта сопровождает Дриада Брайан. По пути они натыкаются на девочку Цири, которую спасают от скалопендроморфа. Геральт догадывается, что именно за ней был направлен отряд Фрексенета. Все вместе они направляются в Дуэнканнел, город Дриад, где Эйтна не слушает сообщения ведьмака и говорит, что ей не интересны человеческие судьбы и жизни. Она решает, что Фрексенет, которого лечат в Дуэнканнеле, до своего выздоровления будет использован для рождения новых Дриад. Кроме того, Цири станет новой Дриадой, так как выпьет бракелонской воды, которая стирает людям память. Тем не менее, вода не действует на Цири, поскольку она связана предназначением с Геральтом. Ведьмак не верит, что вода настоящая и также выпивает ее, после чего приходит в сознание уже вместе с Цири на границе бракелона и понимает, что Цири его дитя предназначения, обещанное ему во время его пребывания в Цинтре. Затем ведьмак вступает в бой с разбойниками, в чем ему помогает внезапно появившийся мышевур. Друид уговаривает Геральта отправиться вместе с ним в Цинтру, но ведьмак отказывается от своего предназначения и уезжает. Нечто большее. Осень 1263 года. Геральт, находясь в Мехунских лесах, натыкается на купца Йоргу, покинутого слугами. Из-за права неожиданности соглашается защищать его от чудовищ и преуспевает, однако получает серьезное ранение в бедро. Купец и его вернувшиеся слуги грузят ведьмака на телегу. Геральт просит Йоргу дать ему один из эликсиров и теряет сознание. В Бреде он видит воспоминания о последней встрече с Йеннифер в Балетейн. Когда он приходит в сознание, купец сообщает ему, что они уже не в Тимерии, а в Соддане. Йоргу снова дает Геральту эликсир, и он снова погружается в воспоминания о том, как еще раз посещал Цинтру. Через 6 лет после событий рассказа вопрос цены, за своим правом неожиданности, как общался с мышевурой Макаланте и как отказался забирать дитя. Очнувшись, Геральт удовлетворенно замечает, что его рана почти зажила, а также видит рядом с собой молодую женщину-целительницу, которая оказывается его матерью, Весенной. После трудного разговора, чародейка заклинанием заставляет ведьмака уснуть и исчезает из его жизни навсегда. Когда Геральт просыпается, то Йоргу рассказывает ему о второй Содданской битве и о 14 погибших чародеях, чьи имена выбиты на обелиске. Геральт поднимается на Содданский холм, боясь прочитать на камне имя Йеннифер, но не находит его там. Хотя и встречает пару знакомых имен – Литинейт и Трис Миригольд. После разговора с Йоргой о предназначении, Геральта посещают воспоминания, как год назад на южном берегу Яруги он встретил Лютика, который рассказал ему о ходе войны с Нильфгардом и о сожжении Цинтры и резни в городе, где погибла большая часть знати Каланте и, как Геральт считает, Цири. Вскоре ведьмак добирается вместе с Йоргой до его дома, где жена купца рассказывает, что приютила девочку, которой оказывается Цири, которая выжила после падения Цинтры. Ведьмак и девочка кидаются друг другу в объятия. Белый волк решает больше не отказываться от своего предназначения и забирает девочку с собой.